Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире онлайн-диалог. Сегодня гость в нашей студии народный артист Республики Дагестан, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Кумыкского музыкально-драматического театра имени Олимпаши Салаватова Айгум Ильдарович Айгумов. Здравствуйте, Айгум Ильдарович! Здравствуйте! Повод у нас самый радостный, самый известный уже на всю Республику, наверное, и за пределами Республики это уже прозвучало, что Айгум Ильдарович стал лауреатом премии «Золотая маска». Поздравляю вас, Айгум Ильдарович! Спасибо! Можно ее показать? Да, конечно. Потому что «Золотая маска» у нас первая на Северном Кавказе. Да. Это особенно отрадно. И, Айгум Ильдарович, когда вы ее получали, вот какое чувство вы испытывали? Ну, чувство, конечно, восторга, чувство радости внутреннее такое, потому что я когда получал, я даже сказал, что поблагодарил дирекцию фестиваля, президента фестиваля и секретариат Союза театральных деятелей. И еще я сказал, это очень важно, что эта маска, впервые «Золотая маска» идет на берега Каспийского моря в Республику Дагестан, на Северный Кавказ. Вы стали обладателем специального приза. Этот приз называется «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Это большое признание, Айгум Ильдарович. Ну, там рядом со мной и два артиста, солиста оперы Ленинграда, народные артисты Советского Союза, там художественный руководитель Грузинского театра, там Олег Павлович Табаков, там Владимир Абрамович Этуш, который преподавал мне в этом институте, когда он был еще просто артист в Ахтанговском театре и преподавал у нас в институте Щукина. Потом он стал ректором и все, и так далее. И сейчас мне очень было приятно, я ему сказал, что он меня помнит, помнит, до его девяносто четыре, пятый год. Он говорит, я помню тебя, говорит. Ну, память профессионального актера, артиста. Да, потом после этого мероприятия сидели, застолье небольшое было, он рассказывал, как я учился, все. Я был немножко такой дерзкий, не дерзкий, но энергичный парень. И в то же время я кончил на диплом с отличием и был председателем правкома, поэтому запомнился. Ну, вы были яркой личностью. Выпускники Щуки, да? Как вот просто говорят. Да, Щука. Щука, те, кто учился... При Вахтанговском театре. Расскажите, кто вместе с вами? Вот вы сейчас назвали эту шапанель. Ну, это выпуск был такой. Рядом учился выпуск Любимого, где учился Андрей Миронов, Мишка Держайн, Сашка Збруев, Людмила Черсина, Элла. Элла, потом, значит, Высоцкий, не Высоцкий, а Зиновий Высоковский. Много вот... Мишка Державин, Ширвинд у нас преподавал тогда фертование. Вот. А преподаватели, конечно, были гиганты. Это был Астангов, народный артист Советского Союза, Гриценко, народный артист, Целиковская. Это были артисты Цельвовна Мансурова, Борисова, которая играла принцессу Тверандок. Юлия Борисова. Да, да. Это был Толчанов, это был... В общем, все ведущие актеры известные тогда. Кроме Ланабова, по-моему, все у нас преподавали. Звезды Советского театра. Да. Самые настоящие звезды. Уже тогда народный... Это 58-й год, 57-й, 58-й, 9-й. И уже тогда они были народные Советского Союза. Гиганты. Гиганты. Альгум Ильдарович, скажите, пожалуйста, вот с чего это вы решили стать актером, артистом? Да я не решил. 60-е годы, конец 50-х, молодой юноша, дагестанец. 57-й год. Я окончил механический техникум, отделение ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Я работал в море механиком на судах рыболовецких. Какая романтика. Да, я мечтал дальше пойти учиться. Хотел в море плавать, быть первым механиком на больших судах. И одновременно я работаю в море. Клуб Рыбников был у нас, самодеятельность художественная. Я ходил туда в оркестр, так для себя ноты знать, играл на инструменте. И один день репетиции идет там драм-кружка. А я в фойе вышел и как начал, заорал что-то, выскочил Абрам Израильевич, Давыдов. Говорит, кто это так кричит? А ну-ка иди сюда, Игум, иди сюда. Ты что, голос имеешь? Я говорю, какой голос? Никакой голос. Ну-ка пойдем, пойдем со мной. Он начал наигрывать. Нет, тебе надо петь. У тебя еще и слух есть. Да, тебе надо петь. И вот через некоторое время, через полгода, белая каца, он берет оперету Дунаевского. И я играю главную роль, как вам это нравится, Куприянова. Вот с этого и пошло. Потом в 57-м году был фестиваль молодежи студентов в Москве. Я туда как лауреат дагестанский поехал. И там стал лауреатом. Приезжаю, опять ушел в море, через некоторое время телеграмма срочно Айгумова механика на берег Махачкаву. Приезжаю, а там сидит Гамидарич Рустамов, главный режиссер Кумыкского театра. Вот я видел, как ты в оперете, ты давай, вот в Москву набираем студию, поезжай. Уже они уехали, 58-й год, сейчас год учатся от тебя, берут на второй курс сразу, ты сдашь. Я говорю, не, я театр не люблю, я не поеду. Я люблю, если петь куда-нибудь в консерваторию, давайте. В общем, обманул он меня, говорит, там петь, там все. Ну, действительно, там вокал преподавали. Ну, еще какой вокал, мы же еще и пели потом, в опере, в оперных постановках. Ну, в общем, попал я в Щуку, первый курс сдал сразу экзамены, второй курс сдал, стал председателем правкома института. В общем, к ректору, ну, вот так пошло, пошло. И когда я закончил, у меня было какое-то приглашение в Москве, там мог остаться. Но приехал Рустамов, приехала Роза Басырна Ильдарова, тогда председатель Верховного Совета. И забрали меня в Махачкалу, потому что в театре был принят спектакль «Ерча-казак». И он говорит, мы два года ждем, пока ты кончишь этот институт. Я специально взял в репертуар эту пьесу петь, там надо молодой «Ерча-казак». Айгум Ильдарович, можно такой вопрос? Вы вернулись с дипломом, дипломированный актер, специалист. Вы пришли в Кумыкский театр, где уже работали на площадке этого театра, такие корифеи, как тот же Гаммит Рустамов, как Бариат Мурадова. Как принял вас коллектив? Ну, во-первых, мы привезли дипломные спектакли «Аршин Малаланкрова», «Свадьба», «Самадуры». Сразу начали нас эксплуатировать, молодой коллектив. То есть вас ждали? Да, публика как-то сразу к нам повернулась. Все, новое поколение, новые артисты. И мы попали в среду старых актеров, которые были основоположниками. Это Бариат Мурадов, Таршин Гаджиев, Алим Курумов, это Рашид Ханов, это Санят Мурадова. И, вы знаете, приняли очень тепло, очень ласково. И как бы мы ни учились, как бы отлично все ни было, но когда в театр попадаешь, это уже на сцену, там уже совсем другая история, совсем другое восприятие. И эти актеры, они всегда помогали нам. И вот вдруг Ерча Казак мне дают, мне 25 лет, главную роль Ерча Казака, я должен петь там, если он в Сибирь отправляет. И моей невестой назначают Бариат Мурадову. Мне 25, ей 52. Я говорю, да нет, вы что, Гаммедович, я не буду играть. Вы что, она, мать мне годится, какой мне, как ее влюбить? Ты не спеши. На репетициях посмотрим, подходит, не подходит. И Гаммедович вправо оказался. Это такой был талант, это такой ярчайший природный талант, который не только полюбить, а умереть заставить ради нее. Настолько перевоплощение образа, настолько яркие глаза, настолько, это так уметь, я действительно влюбился в нее. А ведь она щуку не заканчивала. Нет, она ничего, говорят, ничего не заканчивала. Но это такой талант, что я поверил, что она молодая, и в любви, и объяснился, и все, это прошло великолепно. И мне потом пришлось в нескольких спектаклях с ней играть. Это было, конечно, мастерство, у которого, невзирая ни на какое образование, без образования человеком, надо было учиться, как на сцене надо играть, как создавать образы. Откуда это, как вы думаете? Ну, это природа. Природа, и она очень работоспособная. Станиславский сказал же, талант – это еще 50% успеха. Талант плюс труд – это уже 100% успех. Вот у нее был талант и труд. Айгум Ильдарович, вы работали в русском театре тоже какое-то время. Да, 10 лет почти. И не было желания там остаться, продолжать там работать? Ну, желания как такового не было. Куда-то меня не посылали, где-то не назначали, я с удовольствием работал, потому что и там, и тут везде одно и то же. Искусство есть искусство. И я уже был в этой шкуре, и мне было все равно где работать. Важно, чтобы работать, и результат. И я всегда показывал результат, и коллектив, в котором я работал, всегда был в нормальном состоянии. И творческие, и финансовые всегда были в хорошем состоянии. Быть востребованным – это важно, да? Одна из ваших последних ролей в спектакле «Перед заходом солнца» Гаутна, вы опять вернулись на площадку русского театра. Да. Вот как? Понимаете, вроде уже за 70, вроде уже сыграл, вроде хватит. И как-то я немножко даже успокаиваться начал. И вдруг главный режиссер русского театра, Мавлет Даниилович, подходит ко мне и говорит, «Айгум, вот есть пьеса, умираю хочу поставить, но нет актера. Но если нет, чё ж ты хочешь, как ты ее поставишь?» Я вижу одного актера, если он согласится. Кто? Ты, говорит. А заманчивое предложение ведь. Я взял, прочитал. Сначала испугался. Очень сложная роль. Там разногласия, проблемы отцов, от родителей и детей. Да, взаимоотношения родителей и детей. А там еще молодая девушка. В любви, объясняли, полюбить надо так, чтобы потом закончить жизнь самоубийством, чтобы не оказаться ни перед ней, ни перед детьми виноватым. Это очень... И когда я начал репетировать, все больше и больше познавал эту роль, я как-то вжился в нее. Я стал самим Матиусом. И это дало результат. И где бы мы ни играли эту вещь, всегда она идет с большим успехом. И в 79-м году... Нет, не в 70-м, в прошлом году, в 16-м году, вдруг в сентябре объявляют фестиваль, фестивали «Золотой путь во Владимире». И приглашают в наш театр. Мы поехали. У «Золотых ворот» было? У «Золотых ворот». Фестиваль. Да, фестиваль, фестиваль у «Золотых ворот». Сыграли спектакль. И когда я сыграл, пригласили туда кабинет директора, видимо, на чай. И я задержался, пока переоделся. Захожу, а там все члены жюри и председатель жюри Симонова. Это известная личность, и как актриса, и как театровед. И все стали хлопать. Удивился. Что это? Члены жюри, актеров. Ну, посадили все и начали. Потом, оказывается, 36 коллективов театров было. Это и Англия, и Франция, и Германия, и Израиль. И наши российские, где-то 12-14. В общем, 36 театров всего. И по положению фестиваля эту маску получает только коллектив. Театр, который выиграет. Когда посмотрели мой спектакль, а что же нам делать? Этого актера нельзя так просто. А что? У нас нет положения одни говорят, другие говорят, а что теперь делать? Как его наградить? Давайте, говорит, переиграем все. И вопреки положению, они внесли туда пункт за выдающее исполнение по системе Станиславского по внутреннему перерыву наградить отдельно приз. Опять специальный приз? Да, специальный приз. Шапку Мономаха Айгумова Айгумова. Ну вот, у вас еще и шапка Мономаха. Да. Золотая маска, шапка Мономаха. Замечательно. Айгум Эльдарович, вы еще председатель союза театральных деятелей. Да. Дагестана. Я еще секретарь союза театров деятелей России. Вот как. Скажите, пожалуйста, вот в нашей республике очень много театров, национальных театров. Это хорошо, это замечательно. Театр оперы и балета, театр кукол, оперный театр. 11 театров, по-моему. 12. 12 даже театров. Вот как замечательно. По-моему, не в одной республике. Театр поэзии еще у нас есть. Вот, да, 12-й театр поэзии. Не в одной республике несколько театров. Как вы считаете, вот на сегодняшний момент, как развиваются наши театры, национальные театры? Развиваются национальные русские куклы, развиваются творчески вроде и ничего. Ну вот, социально-бытовые условия немножко трудноватые. В советское время театры имели постановочные средства, командировочные, выезд на село, транспортные. В общем, все было для того, чтобы создавать условия для творческого роста и для постановочных средств. Раньше давали для авторов деньги. Автор приносит пьесу, ему деньги. А сейчас ничего этого нет. Поэтому это сложно. При оскорбительной, мизерной зарплате, которую актер получает, чтобы там работать, надо так любить театр свое дело, не уходить и работать на эту маленькую зарплату, ничего больше не имея. Иногда приходится мне ругать актеров, почему ты опоздал, но он задержался на другой работе. И мне даже иногда стыдно ему сделать замечание. Он получает, заслуженный артист Дагестана получает 12 тысяч, 13 тысяч. Ну что это? Народный артист 15-16. Заслуженный России до 20 получает. А как им сделать замечание? А в Союз театров и междеятелей, я вот председатель, мы построили на берегу базу для актеров, для всех актеров, для всех театров. На берегу АЧСУ есть у нас база актер. Почти бесплатно, в любое время приезжают, правда со своим питанием, но там есть магазин, где можно купить все, приготовить, кухня есть. Потом, Союз театров и междеятелей, это один из самых важных и действующих союзов. Ни у одного союза нет таких условий, как у нас. это помощь, пускай небольшая, до трех тысяч, но каждый актер имеет право написать заявление, получить эти три, четыре, двадцать с половиной тысяч, иногда как. Потом, значит, если занимаешься творчеством, пишешь книгу, обязательно я посылаю его документы в СТД «Центральная», получают 30, 40, 50, 60 тысяч. Потом, если ты заболел, у нас есть больница в Москве, клиника, бесплатно, консультируют, если надо лечить, лечат, выделяются деньги на лечение зубов, на умерших памятников и так далее. Вот такие у нас есть. А сейчас, значит, у нас есть Союз театров и междеятелей, и Центрами имеет много домов и санаторий, это в Крыму, в Сочи, под Москве, под Ленинградом. Туда отправляем даже бесплатно кое-кому. Да неужели, даже бесплатно? Да, даже бесплатно. Ну, это большое. Не многих, но, знаете, потом у нас мы отправляем профилакторию, потом мы отправляем на актеров, режиссеров, на, как это, не подготовительный, а класс, мастер-классы проходить, понимаете? Много у нас вот таких действий. Мы проводим фестивали, мы посылаем командировки, ни один союз не имеет таких возможностей, как имеем мы, и мы это все проводим и делаем, работаем. Да, а финансирование откуда? Финансирование Москва. Значит, все-таки финансирование. Да, Москва. Ну, замечательно. И частично помогает нам республика тоже. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня гостем нашей студии является народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Дагестан, художественный руководитель Кумыкского музыкально-драматического театра имени Олимпаши Салаватова Айгум Эльдарович Айгумов. Повод нашей встречи самый радостный, это то, что у нас сегодня золотая маска, которую Айгум Эльдарович принес с собой в нашу студию. Единственная маска на Северном Кавказе, как сказал Айгум Эльдарович на берегах Каспии. много поздравлений. Татарский академический театр прислал поздравления, Карачаев, Черкесия, Каварина, Балкария, Новосибирск, Калмыкия, много. Как это приятно. Как это приятно. Даже сегодня Бахрушинский музей прислал поздравления. Генеральный директор Бахрушинского музея. Видите как. Айгум Эльдарович, скажите, пожалуйста, такая награда, она должна поспособствовать какому-то творческому подъему, вдохновению, каким-то творческим Ну, эта награда хоть мне дана, но она должна вдохновлять не только меня, мне хоть уже юбилей был, уже возраст, но тем не менее, я думаю, что она и меня вдохновит еще на какие-то роли. Так что я еще не останавливаюсь. Я надеюсь, что у вас еще будут предложения. Да. Я тоже надеюсь. Да. А вот еще какой вопрос я хотела вам задать. Вы как-то не затронули музыкальную сторону вашей деятельности, вашего творчества. Вы исполняли роли Ирчика Зака, вы исполняли роли также Готфрида Алиича Гасанова тоже произведения. Это Хачбар. Хачбар, да. Я исполнял там Хана, Ну, Салхана. Ну, это баритональная партия, очень интересная, я ее с удовольствием пел на протяжении... Мы, в общем-то, мы были первооткрыватели, начинатели вместе с Наидой Абдрахманной, министром тогда культуры. Она была инициатор этой создания оперы, а мы, так сказать, первые актеры, которые помогали ей создать эту оперу. Это опера Хачбар, и она 20 лет я пел эту оперу, и 20 лет она шла на сцене оперного театра. Но это же было открытие оперного театра оперы Хачбар, так ли? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вы лично сотрудничали вообще, были знакомы с Готфридом Гасаном, с Наби Садыковичем, с Наби Садыковичем я, во-первых, с ним мы делали Ирчи Казак, это тоже музыкальная вещь, там, 12 арий я пел, и 3 дуэта с барьетом Радовой. Очень солидно. Да, это тоже была такая, больше, чем оперета, даже ближе к опере. Наби Дагирову мы очень близки были, он меня очень любил, домой приглашал, репетировали, вот. А Готфрид Гасанов, я его так, несколько раз видел, но общаться не пришлось, он намного старше, вот. Поэтому остальных всех композиторов, Керимова, Наби Садыковича Кожлаев, и даже, который погиб в самолетной аварии, всех я знал. Сергей Агабабов. Да, Сергей Агабабов. И с Кожлаевым несколько раз мне приходилось с оркестром петь его песни, его произведения. Даже читал под его оркестр в колонном доме в Москве. Ну, это настоящее признание. Да. Ваша награда, так и называется, за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Я еще раз поздравляю вас, Айгум Эльдарович. Спасибо. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо, что вы сегодня стали гостем нашей программы. Дорогие друзья, это была студия Онлайн Диалог. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова